Показал и потерял. В Черновцах ограбили председателя областного хозяйственного суда. Причем унесли бандиты ровно столько, сколько было указано в электронной декларации. Удалось ли задержать грабителей и какие еще странности у этой истории узнавала Ольга Паламарюк. Все произошло около шести утра. Жена председателя Черновицкого областного хозсуда вышла во двор. В этот момент на нее напали двое мужчин в масках. Представили нож горла и потребовали сказать, где деньги. Мол, в декларации Борис Желик указал приличные суммы. 25 тысяч долларов и 10 тысяч евро. Еще двое направились в дом. Судья спал. Ему заклеили роскочем и стали угрожать автоматом. Застосовавши до господаря электрошокер, разбойники связали их. Погрожившись насильством, нападники заволодели грошима в сумме эквивалентной почти 330 тысяч гривен. Забрав деньги, неизвестные скрылись. Сам Борис Желик, несмотря на произошедшее, пошел на работу. Мы попытались взять у него комментарий, но от общения судья отказался, сославшись на плохое самочувствие. Голова нашего суду Борис и Рафаэй Желик, в районной работе в миссии, слухает справа. И на данный момент суд против штатного режима. Будь какая-то информация только в специально повноваженных органах. А вот соседи Желика оказались более разговорчивыми. Говорят, преступления в этом районе нередкость. Люди здесь живут не бедные, но таких дерзких ограблений не помнят. Бывает, недавно, буквально осенью было пограбление моих соседей. В социальных сетях пользователи активно обсуждают произошедшее. Некоторые сочувствуют суде, но большинство считают, что ограбление могло быть инсценировано. Мол, нападавших до сих пор не нашли, да и вообще в этой истории много непонятного. А главное, не станут ли подобные нападения поводом для отмены электронного декларирования доходов чиновников и судей. Ольга Поломарюк, Игорь Рига, подробности, телеканал Интер, Черновцы.